Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Поговорим сейчас о шестой главе Откровения Анны Богослова в рамках проекта, представленного библейским порталом экзегет.ру. В предыдущих двух главах автор апокалипсиса видит книгу в руках Бога Вседержителя, книгу, которую правильно открывать именно Господу Иисусу, Агнцу Закланному, льву от колена Иудина. Книга эта запечатана семью печатями. И вот шестая глава, о которой мы сейчас несколько слов скажем, как раз содержит последовательность коротких, очень коротких рассказов о том, что происходит, когда снимаются печати. Но я думаю, что для читателя гораздо важнее не столько вдаваться в подробности и детали, потому что каждая деталь по отдельности, сама по себе, очень может быть, как это часто бывает в Священном Писании и в околобиблейской литературе, не подлежит специальному толкованию, а только весь комплекс этих деталей, та картина, которую они все вместе составляют. В каком-то смысле это как отдельные фрагменты мозаики, каждый из которых представляет собой красивый, интересный цветной камешек, но в нем отсутствует то изображение, которое, собственно, было автором мозаики задумано. Так и здесь. Обратим внимание на то, что несколько раз автор откровения использует, в общем, одну и ту же схему, когда некоторый постепенный, не одномоментный процесс, происходящий шаг за шагом, поэтапно, не весь сразу, подразделяется более или менее условно на семь некоторых этапов, фрагментов. Это и семь трупов, и семь печатей. Не всегда эта схема четко выдерживается, Но все-таки это такой достаточно традиционный для апокалиптической литературы способ рассказать о том, что выявляется, проступает, становится явным постепенно. Может быть, сейчас это уже мало кому знакомый образ, но те, кто занимались фотографией в прошлом тысячелетии, помнят, как в проявителе медленно на листе белой фотобумаги постепенно начинает проступать изображение, которое было поначалу совершенно незаметным. Вот это происходит шаг за шагом. Так и здесь вот эти семь печатей, или потом еще другие такие же поэтапные рассказы, это в сущности разные способы рассказать об одном и том же, о том, что происходит, когда полнота Божьего присутствия в Агнцзакланном через церковь становится реальностью этого мира. Через христианские общины, через тех, кто в малых группах собран для того, чтобы вместе с небесными силами и ангелами славить Бога и поклоняться Агнцзакланному и становиться участником его жертвы. Вот шестая глава содержит рассказ о шести из семи печатей, которые снимаются одна за другой, и всякий раз происходит некоторый очередной ужас. появляется всадник, конь белый, и какие-то победы, военные катаклизмы происходят. Дальше при снятии второй печати конь рыжий, и мир исчезает с земли, и люди начинают убивать друг друга. Дальше конь вороной, и голод, и, по-видимому, эпидемии. Ну, в общем, достаточно понятная вещь, когда речь идёт о нехватке пищи. Потом конь бледный, по некоторым версиям и переводам, может быть, следовало говорить, зелёный. Ну, вот бледный конь, в результате появления которого часть людей, четвёртая часть земли, умерщвляется мечом и голодом и мором. Собственно говоря, вот как на фотобумаге в проявителе, мы видим сначала неясный, а потом всё более отчётливый образ того, как на земле вскипает злоба, причём в первую очередь злоба человеческая. Человеческая. Люди убивают друг друга, и, в общем, всем понятно, без всяких хитромудрых толкований, что это ужасно. И человеческая алчность, потому что голод и безумные цены на пшеницу и ячмень, о которых речь идёт вот при снятии третьей печати, это тоже, в общем, речь в каком-то смысле о человеческих пороках. Вот часто нам кажется, мы надеемся, что если реальность Бога, Его жизни, Его царства, Его света и Агнца Закланова будет явлена миру, то мы все будем умиляться, радоваться и станем белыми и пушистыми. Очень хотелось бы, чтобы это было так, но это не так. К сожалению, правда, о которой говорит Иоанн, заключается в том, что человеческие миры, наши сердца, по крайней мере, в той части, которая Богу не принадлежит, как выражался отец Александр Шмейман, которая непромокаема для правды Божьей. Вот эта часть человеческой природы возмущается, начинает сопротивляться, сопротивляться, злоба вскипает. вспомните, как в рассказе об исходе народа Божьего из Египта, когда Моисей раз за разом приходит к фараону, говорится, «и ожесточил Бог сердце фараона». Для читателей это часто смутительно, потому что зачем же Бог ожесточил сердце фараона, когда мог его смягчить? Он же всемогущий. Но дело не в том, что Бог сидел и решал, прости Господи, вот там, ожесточить или не ожесточить, или решил, дай-ка, думаю, ожесточу для драматичности сюжета. Нет. Есть, понимаете, вот здесь, в этой главе, отлично видна правда о нас самих, что в нас есть что-то, что сопротивляется Богу, сопротивляется, что-то, что цепляется за нашу живую часть, когда мы способны, которой мы способны Бога услышать, увидеть, почувствовать, пережить Его любовь. Да, и что-то в нас начинает действительно буйствовать, вот как эти ужасы и убийства вначале в первой половине шестой главы. Это не вся правда. Это тоже очень важно на самом деле о людях, потому что говорить, что мы все очень плохие, безнадежные и ужас, ужас, кошмар, тоже на самом деле не совсем правильно. Дальше, говоря о снятии пятой печати, Иоанн говорит о том, что он видит души убиенных за слово Божье, за свидетельство, он видит некоторую несправедливость и неправду, потому что убивать за слово Божье и свидетельство несправедливо, несправедливо, так быть не должно. но тоже не будем забывать о том, что сама идея свободы совести в человеческой истории появилась благодаря христианам и в результате страданий христианских мучеников. Да, и если мы пренебрегаем этой идеей, мы тем самым своих мучеников предаем. Так вот, Иоанн видит души убиенных, находящихся под престолом Божьим, и они взывают владыка святой истинной и взывают об отмщении. Две вещи, пожалуй, здесь важно увидеть. Во-первых, твердая уверенность, знание, Иоанна, что убивать за слово Божье и умирать за слово Божье неправильно, так не должно было бы быть, если бы мир не лежал во зле, но мир лежит во зле. Но так не будет всегда, так не будет всегда, это не соответствует воле Божьей об устройстве мира, значит, это будет изменено. И может быть, еще более важная для современного читателя вещь во времена Иоанна, возможно, и достаточно банально и очевидная, то, что эти самые души мучеников никуда не делись, они существуют. Что это означает, души мучеников, как это устроено, где это находится, как это соотносится с преисподней, с шеолом, в котором нет ни награды, ни наказания, ни жизни, ни смерти, ничего, который там такой гигантский, бесконечный склад, морозильник, да, неизвестно, но важно, что вот эти люди, которые своей жизнью и своей смертью засвидетельствовали верность Богу, они не пропали, не исчезли, не перестали существовать. Они существуют в храме, они существуют у престола Божьего, они существуют у Бога. У Бога все живы. Бог есть Бог Авраама, Исаакова, Иакова, говорит Господь Иисус. Это для христиан сегодня может быть вещь почти очевидная тоже, но важно, иногда бывает очень-очень важно останавливаться и задумываться над очевидными вещами. Это совершенно драгоценное откровение. Далее евангелист Иоанн, ну, или автор апокалипсиса, если все же им и не был евангелист Иоанн, говорит о снятии шестой печати и рассказывает здесь о катаклизмах с использованием тоже достаточно прозрачных цитат из ветхозаветной и межзаветной апокалиптики, в первую очередь из книги пророка Иоиля и некоторых других. речь идёт о солнце, которое становится мрачно, как в лосенице, о луне, которое делается как кровь в землетрясении, небо сдвигается, сворачивается, как свиток. Вот весь этот мир пропадает, исчезает, начинает разрушаться, потому что в присутствии Бога, в присутствии Агнца Закландова может существовать только то, что достойно Агнца, только то, что соответствует замыслу Божьему, соответствует его правде, как эти мученики, души которых он видит под престолом, а то, в чём этой правды нет, то, в чём проявляется, что построено на человеческой злобе и жестокости, не может в присутствии Бога сохраниться. И поскольку ответственность человека далеко не только за свой нравственный или социальный мир, но и за всё мироздание, в конечном итоге, это тоже идущая ещё из ветхозаветной апокалиптики, идея в конечном итоге и материальный мир тоже разваливается. Так это видится тому, кто записывает откровения, как апостол Павел в одном месте тоже пишет, вся твая стена эта мучается до ныне, ожидая откровения славы сынов Божьих. Вот эта стена не мучения твари, которая сама по себе может быть, грубо говоря, не так и виновата. Тварь покорилась распаду не добровольно, а по воле покорившего его. Вот, тем не менее, вот эта грандиозная картина распада материального мира, может быть, сегодня надо было бы сказать торжества второго закона термодинамики. Вот, это ответственность людей, ответственность людей, которые не в состоянии встретить Бога без преграды, без той преграды, которая была до смерти воскресения Иисуса, и теперь ее нет, теперь он присутствует посреди своего народа. Субтитры создавал DimaTorzok